Все-таки важнейший из всех скреп для россиян остается мазохизм. И вообще не мазохист, он никогда не сможет получить такого удовольствия от жизни в России, который испытывает настоящий мазохист. Вот не мазохист, он подозрителен, от него можно ждать любой подлости, крупной, мелкой, там, включая штурм зимнего и все остального. И он не может наслаждаться режимом, он не может наслаждаться самим воздухом страны. К чему это я? К тому, что вот примерное количество мазохистов, благодаря опросу фонда «Общественное мнение», стало случайно известно. И вот, как выяснила социология, 61% россиян считают чиновников идиотами. Причем всех и идиотами опасными. Но вот эта цифра 61... Не совсем такой был вопрос. Не совсем такой, да. Редко социологи спрашивают, считаете ли вы чиновников идиотами. Редко, да. Но я перевел на нормальный, скажем так, язык невзоровских сред. И вот, к сожалению, эта цифра 61%, она свидетельствует о том, что 39% россиян мазохисты. Потому что только мазохисту может нравиться, что с ним делает этот режим и что с ним делает эта власть. Либо это самые хитрые 39%, и они понимают, что если они дадут неблагонадежный ответ, то к ним могут прийти и, скорее всего, придут в 7 утра. Причем вот эти вот проценты, да, вот 61% идиотов, да, это не какие-то там аллегорические чиновники. Это та самая путинская вертикаль. Это ось режима, на которой режим, собственно, и крутит этот безропотный народ. Журналисты тут же получили, значит, эти цифры побежали к Пескову. А вы знаете, что у Пескова есть чудесная манера, когда он не получил точных указаний, что отвечать. Он делает вид, что он не понимает вопрос, поэтому Песков получил вопрос и ответил контр... Ну, естественно, неким контраргументом он спросил, а что такое опрос? А потом он все-таки не сдержался и обиделся, и сказал, что как чиновник я обижен, потому что мы работаем, но, конечно же, в семье не без урода. Вот оказывается, Оля, в семье трехглазых, пятируких, хвостатых, циклопов, с текущей пенистой слюной, там есть еще и уроды. Это потрясающее откровение. У меня было такое... Это ужасное, пойти. Когда я был маленьким, я каждый день мотался в кунсткамеру. Питерские мальчишки имели возможность ходить туда бесплатно тогда, и это было волшебной возможностью. Я помню такую вот здоровенную статную старуху-экскурсоводшу, которая почему-то... Она была с камеей, конечно же, с драгоценной камеей на кофточке и в огромных мужских лыжных ботинках с носками. И вот она вела, она показывала циклопов, она показывала ананцефалов, она показывала младенцев без голов, без ручек, без ножек. И потом она говорила, ну, знаете, есть еще и страшненькие. И вела, показывала там еще какую-то парочку. И вот примерно такая же история, вероятно, из Песковной. Продолжение следует...